Здравствуйте! С вами Дмитрий Книга и новости Ленинского городского округа. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Совет депутатов муниципалитета провел 50-е очередное заседание. Выплата устанавливается учителям, подготовившим призеров и или победителей заключительного этапа Всероссийской Олимпиады школьников в размере 345 тысяч рублей. С 1 августа в медицинских учреждениях Ленинского городского округа вновь введен масочный режим. Мы ввели полностью масочный режим в наших медицинских организациях. Возобновляем термометрию. В жилом комплексе пригород Лесное готовится к открытию новый детский сад. Много желающих, которые уже звонят, спрашивают, когда набор, когда можно прийти. Совет депутатов Ленинского округа провел 50-е очередное заседание. На повестке дня были различные вопросы, касающиеся социальной сферы, распоряжения муниципальным имуществом и регламента работы администрации округа и Совета депутатов. О некоторых важных решениях расскажет наш корреспондент Максим Козлов. Лето – традиционная пора отпусков, но не для Совета депутатов. 50-е юбилейное заседание проходило в традиционном формате видеоконференции. Начальник управления образования администрации Ленинского городского округа Наталья Киселева представила народным избранникам положение о поощрительной выплате учителям. Выплата устанавливается учителям, подготовившим призеров и или победителей заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников в размере 345 тысяч рублей. Выплата учителям производится однократно вне зависимости от количества подготовленных им призеров и победителей олимпиады. А также выплата устанавливается учителям, подготовившим участников заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников в размере 115 тысяч рублей. Деньги учителям выплатят в рамках муниципальной программы образования. Список получателей отдела образования сформируют до 1 октября, и затем он поступит на утверждение в администрацию округа. Также вознаграждение получат учителя, подготовившие выпускников, набравших максимальное количество баллов по ЕГЭ. Размер единовременной выплаты составляет 115 тысяч. Кандидатуры учителей на получение единовременной выплаты устанавливают с управлением образования на основании протоколов проверки результатов единого государственного экзамена, утвержденных председателем Государственной экзаменационной комиссии Московской области. Данные вопросы повестки дня народные избранники поддержали единогласно. Заместитель главы администрации округа Эдуард Арадушкин предложил депутатам утвердить кандидатуру на должность староста деревни Белиутова, который был выбран на сходе жителей. Были выдвинуты кандидатуры Сорокина Лидия Павловна и Чибизова Елена Николаевна. По итогам голосования за Сорокину Лидию Павловну проголосовало 94 человека, за Цибизова Елену Николаевну 20 человек. Решением схода граждан кандидатуры староста деревни Белиутова выдвинута Сорокина Лидия Павловна. Это мой округ, я очень рад, что я знаю прекрасно эту старосту и уверен, что у нее все получится. А поблагодарить я, конечно, хотел за взаимодействие и организацию этого процесса, территориальный отдел «Горкин». Ребята молодцы. И вам спасибо, Эдуард Петрович. Депутаты поддержали решение граждан. Еще один вопрос, который окажет положительное влияние на жизнь муниципалитета – создание автономной некоммерческой организации «Академия хоккея» имени Алексея Касатонова. Эту инициативу озвучила начальник правового управления администрации округа Юлия Самолина. Целью данной организации является предоставление услуг в сфере развития популяризации хоккея на территории Ленинского городского округа, повышение его роли во всестороннем и гармоничном развитии личности, формировании здорового образа жизни, физического, духовного и нравственного развития подрастающего поколения. И это решение депутаты поддержали единогласно. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. Сбор русскоязычной литературы в рамках программы «Книги Донбассу» завершился в Ленинском округе. Организатор акции – местное отделение партии «Единая Россия». Подробнее о гуманитарном Грузии расскажет Олеся Попова. В ходе акции «Книги Донбассу» жители Ленинского округа собрали свыше 7 тысяч книг. В первую очередь это произведения классиков и детских авторов, энциклопедии и учебники. Цель программы – дать возможность юным жителям Луганской и Донецкой народных республик учиться на русском языке. Впереди новый учебный год, остается совсем немного. И дети признанных народных республик как никогда нуждаются в русскоязычной литературе. Мы прекрасно знаем, что в признанных народных республиках вся литература русскоязычная была изъята. За время действия акции удалось собрать четыре партии литературного груза. Книгами поделились неравнодушные жители, а также представители образовательных учреждений и библиотек. У детей, несмотря на то, где они находятся, независимо от этого, должно быть счастливое и безоблачное детство. А обязанность взрослых поддерживать это детство, помогать всячески, чтобы оно было таковым. Через литературу дети получают всё – впечатление, сопереживание героев, радость, успех. И поэтому этой акцией мы решили сделать от детей детям такой вот подарок. К сбору книг подключили и юных жителей Ленинского округа. Ребята лично выбрали любимые произведения, сказки и развивающие материалы, чтобы поделиться ими с ровесниками из освобожденных территорий. Мы собрали разные книжки для детей, чтобы их было интересно читать. Мы даем им книгам вторую жизнь. Книги будут доставлены в пункт распределения для централизованной отправки в Луганскую и Донецкую республики в ближайшее время, чтобы в наступающем учебном году юные жители освобожденных территорий могли читать на русском языке. Олеся Попова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. С 1 августа в медицинских учреждениях Ленинского городского округа вновь введен масочный режим. Врачи снова фиксируют прирост заболеваемости COVID-19. За прошедшую неделю зарегистрировано 278 случаев. Для сравнения в июне было всего 52. В связи с резким ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией во взрослой поликлинике города Видное открыт второй кабинет неотложной помощи. Медики также отмечают, что в разы увеличилось количество вызовов на дом. Болеют как взрослые, так и дети. Мы ввели полностью масочный режим в наших медицинских организациях. Возобновляем термометрию и просим наших всех жителей при посещении поликлиники соблюдать маски. То есть маски могут быть предложены и на сестринских постах, либо на рецепшене, либо приносить с собой маску, чтобы не подцепить и не заразиться ковидом. Врачи напоминают жителям, что главная профилактика коварной инфекции – это вакцинация. Подумайте о своем здоровье и защитите себя от тяжелых последствий болезни. В жилом комплексе «Пригород-Лесное» к открытию готовится новый детский сад. В дошкольном учреждении рассчитано на 360 мест, основной объем работ уже завершен. Здание подключено к необходимым коммуникациям, проведена внутренняя отделка помещений и благоустройство прилегающей территории. Тему продолжит Наталья Буслаева. Новый детский сад стал уже третьим по счету в микрорайоне «Пригород-Лесное». Строительство дошкольного учреждения длилось два года. Сейчас все работы уже завершены. В трехэтажном здании площадью 4,5 тысячи метров оборудовано 15 групповых комнат с игровыми зонами, раздевалками, спальнями, санузлами и буфетами. В данный момент у нас заключительный этап по подготовке необходимой документации. Соответственно, как только документация будет готова, мы с радостью сообщим дату официального открытия. На первом этаже дошкольного учреждения расположен многофункциональный актовый зал, где можно проводить не только музыкальные занятия, но и праздники. Также здесь находятся медицинские и процедурные кабинеты, пищеблок со специальным лифтом для подъема блюд в группы на другие этажи. Педагогический состав набран частично, примерно на 80 процентов, но до сих пор мы проводим собеседование, мои заместители проводят собеседование с кандидатами на вакантную должность. Спортивный зал оборудован всем необходимым для занятий физкультурой. В садике помимо основных групп предусмотрены и группы логопедической направленности. Сюда будет отдельный набор. Мы, конечно, рассмотрим варианты при наличии свободных мест сюда для разгрузки других корпусов. Но в связи с тем, что микрорайон, опять-таки, как я уже сказал, молодой и быстро развивающийся, очень много желающих, которые уже звонят, спрашивают, когда набор, когда можно прийти. Площадь участка, где расположен детский сад, более 12 тысяч квадратных метров. Поэтому мальчишкам и девчонкам будет где разгуляться. Территория оборудована верандами, спортивными и игровыми зонами. Открытие нового дошкольного учреждения с нетерпением ждут жители близлежащих многоэтажных домов, большую часть которых составляют семьи с маленькими детьми. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. День памяти великомученицы Марины отметили в храме поселка Бица, освященном в честь этой святой. Божественную литургию возглавил архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий, а сослужили ему благочинные церкви Видновского округа Дмитрий Березин, настоятель храма Павел Крысанов и духовенство благочиния. Храм, посвященный великомученицам Марине, единственный не только в Москве и области, но и в России. Первая божественная литургия прошла в 2014 году, а семь лет назад он был освящен. Здесь постоянно растет число прихожан, и на престольный праздник церковь едва вместила всех желающих помолиться. Благословение Божие в нашем теперешнем мире, наверное, требуется всем и каждому помолиться о себе, о всех нас, о детях. О людях, которые там, о мире, во всем мире. «Иди и смотри, 21 век» – выставка с таким названием открылась накануне в историко-культурном центре. На ней представлены работы видновчанина Владимира Гриневича. В качестве телеоператора он несколько раз побывал в одной из самых неспокойных точек мира – в Украине. Впечатлениями от увиденного поделился с земляками через фотографии. Разрушенный Азовсталь, подорванные дома Мариуполя, покинутые квартиры, оставшиеся без окон и дверей, искореженный металл танков и машин. Все, что Владимир Гриневич видел своими глазами, показал видновчанам. Через объектив камеры, через десятки записок, которые люди, невольно оказавшиеся в центре боевых действий, передавали родным в Россию. Увидеть, что такое спецоперация глазами Владимира Гриневича, пришли десятки людей – военных и гражданских. Душа разрывается, честно говоря. Кому это надо, что это надо. Ну, только слезы могу сказать. Не еду туда просто, чтобы помочь освободить тех людей, которым не хватает еды, воды. Освободить их, по крайней мере. Они показывают нашему населению, что происходит. Автор выставки присутствовать лично на ее открытии не смог. Владимир Гриневич снова в командировке, снова в зоне боевых действий. На этот раз в Донецке. С начала спецоперации – это уже девятая его поездка в тревожные и опасные места. За это время успел увидеть все – бомбежки и обстрелы, победы и поражения, жизнь и смерть. Не только увидеть, но и запечатлеть. Несмотря на постоянную угрозу обстрела, Владимир Гриневич смог присоединиться к открытию выставки в режиме онлайн. Рассказывает, к выстрелам и канонадам привыкаешь, как и ко всему остальному. К этому трудно привыкнуться, но это правда, привыкаешь к этому. Во-первых, ты его слышишь, как он летит. Во-вторых, ты на удачу, потому что если он в тебя прилетит, ты его и не услышишь. Здесь нет второго кадра. То есть то, что ты успел поймать, значит, это уже зафиксировано. Нет, никто тебе повторять не будет. В ответ посетители выставки пожелали мастеру кадра вернуться на родину целым и невредимым. Все как один твердили. Надеемся, следующая выставка будет снята уже в мирное время. Вчера с Владимиром разгорел по телефону, и на телефонной трубке постоянно слышал взрывы какие-то, стрельбу какую-то. Я не знаю, как ему, мне было безумно страшно. И тем самым я начала больше оценить то, что я вижу на экране. А сейчас у нас с вами есть возможность увидеть те фотографии, которые он делает во время своих командировок, которые были сделаны буквально недавно. И на самом деле все это происходит сейчас тоже. Выставка «Иди и смотри, 21 век» будет открыта до 11 сентября. Смотреть и разглядывать фотографии можно без конца. Кто-то увидит на них только боль и ужас. Кто-то за разрушенными домами и боевыми снарядами разглядит зеленые деревья, животных, людей. Одним словом, жизнь, которая продолжается, что бы ни происходило. Олеся Попова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. На сегодня это все новости. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова